Виталий Барташевич Пинские ястребы проиграли новополочанам. С 1 августа стартовала призывная кампания 2018 года. Сейчас активно в военкомате города Пинска и Пинского района принимают призывников. Подробнее о ходе кампании узнать из нашего сюжета. Призывная кампания в самом разгаре. Совсем скоро ряды солдатов воинских частей пополнят новобранцы. Мы будем порядка 300 человек призывать в этом призыве на срочную военную службу. В воинской части разнообразные. Это и органы пограничной службы, органы КГБ, органы МВД, внутренние войска и вооруженные силы Республики Беларусь. Прежде чем пойти служить, все молодые люди проходят несколько этапов отбора. Призывная комиссия тщательно следит за его порядком. Призывники подлежат отбору по следующим критериям. Первый критерий – это непосредственно состояние здоровья призывников. Второй критерий – это состояние на учете наркопсихдиспансерей как самих призывников, так и их близких родственников. Третий критерий – это привлечение к административно-угловной ответственности как самих призывников, так и их близких родственников. Ну и четвертый критерий, который согласно этого приказа данные призывники проходят тестирование. Последний этап включает три теста, которые определяют умственные способности, нервно-психическую устойчивость и социальное поведение призывника. Данные теста вносятся в компьютер. После их обработки происходит распределение будущих солдатов по разным воинским частям. 11 октября в Пинском военкомате проходил отбор в пограничные войска Республики Беларусь. По плану необходимо набрать 29 призывников, которые будут служить в Пинске, Бресте и Минске. Мы отбираем молодых людей, которые имеют большую мотивацию для службы в органах пограничной службы. Также немаловажную роль мы уделяем медицине и психологической составляющей призывника. Но самое главное, конечно же, это мотивация. Я хотел бы сказать словами героя Советского Союза Сергея Лозо, не каждому дано ходить по последним метрам родной земли. Мы пограничники первые, кто встречает иностранных граждан и последние, кто провожает. 90% этих призывников отправятся на пограничные заставы. А это требует хорошей физической подготовки, выносливости и психологической устойчивости. Сами ребята видят перспективы службы в армии, особенно в пограничных войсках. Я считаю, что в пограничных войсках служить считается очень уважительным. Это элитные войска. Мне это в будущем очень даже поможет. Целенаправленно пришел в пограничники и хочу там служить. Потому что мне это нравится. Я хотел бы охранять нашу страну на первых рубежах. Призывная кампания завершится 30 ноября. Первое отправление новобранцев в части планируется 15 ноября. Интересным событием в культурной жизни нашего города стала выставка робо-арт в музее Белорусского Полесья. Все экспонаты сделаны вручную с помощью предметов бытовой техники. Среди зрителей оказалась и наша съемочная группа. Тайная жизнь роботов или робо-арт. Такое название носит выставка брестского изобретателя Александра Годуна в музее Белорусского Полесья. Старый пылесос, колонки, радиодетали, телефонные трубки, шланги от душа, автомобильные диски. Это далеко не все материалы, которые использует мастер в своей работе. Интерес Александра к роботам возник еще с раннего детства, а фантастические фильмы и книги помогли развитию фантазии мальчика. Сегодня Александр Годун преподаватель технического вуза в Бресте и работник архитектурной мастерской. На выставке робо-арт представлены футуристические модели роботов, оружия, автомобили и космической техники, выполненных в виде дизайнерских произведений ручной работы. Данная экспозиция насчитывает более 35 экспонатов различного размера, от человеческого роста до совершенно маленьких. Например, у робота Прометея на дисплее отражается внутренний мир, а гигант Рудокоп вращает рукой, светит глазами и даже умеет мигать. Особый интерес вызывает мега-рука, клешня из фильма «Терминатор». Вся экспозиция выполнена из металла и пластика. Как признаются работники музея, выставка вызвала интерес у пинчан. Каждый экспонат – это целая история. Выставка продлится до 16 ноября. Для молодых специалистов города организовали собрание, где можно было получить ответ на интересующий вопрос. Какие льготы у тех, кто прибыл в Пинск на отработку, узнали наши корреспонденты. В зале горисполкома молодые специалисты. У них появилась возможность задать интересующие вопросы. Часть отправили по электронной почте, остальные – лично. Перед молодежью выступила заместитель председателя горисполкома Марина Ковалевская. Разъяснили права и возможности специалисты. Заместитель начальника управления экономики горисполкома, начальника отдела промышленности, транспорта и связи, замначальника управления по труду, занятости и социальной защите, замначальника юридического отдела горисполкома и другие. Выпускники, которые приехали на первое рабочее место из другого города, имеют право на получение стоимости проезда, на оплату суточных и на оплату пособия на себя в размере месячной тарифной ставки. Коснулись одной из самых острых проблем – где жить, чтобы еще и по карману не било. Молодые специалисты имеют право на арендное жилье. 30% от незаселенного коммерческого жилья предоставляется молодым специалистам и другие категории первоочередного получения, которые имеют. Информацию об арендном жилье можно мониторить на сайте горисполкома. Вы, как молодые специалисты, имеете право на понижающий коэффициент. Если просто человек под уговором найма получает коммерческое жилье, простой, например, состоящий в очереди, не как молодой специалист, плата, например, квартиры 45 квадратов, получается арендная плата без оплаты за жилищно-коммунальные услуги – 132 рубля 30 копеек. Вы, как молодой специалист, если это однокомнатная квартира 45 квадратов, арендная плата составляет всего лишь 13 рублей 23 копейки. Арендовать жилье на льготных условиях можно только во время отработки. Молодым специалистам также рассказали, как можно получить кредит. Сегодня его максимум – 3200 рублей. Встреча прошла в формате открытого микрофона. Любой желающий мог обратиться к специалистам со своим вопросом. Мне сегодня было приятно общаться с молодыми специалистами, потому что как таковых каких-то острых вопросов у них в жизнедеятельности их нет, приехав в наш город. Конечно, их интересует в первую очередь это жилье. Жилье, в принципе, у нас все молодые специалисты, которые приехали в наш город, они получили свое, может быть, сколько места кто-то получил, кто-то получил комнату в общежитии, кто-то получил квартиру, зависит от того, куда они приехали, на предприятие, в учреждение. Поэтому вопрос жилья остро не стоит. Их больше интересует, как получить арендное жилье, то есть собственное жилье. Вторая тема, конечно, это заработная плата. Но заработная плата у молодых специалистов, мы все были молодыми специалистами, она никогда не была высокой. Сегодня помочь молодым специалистам может и БРСМ. У нас вопросы все решаемы, то есть мы стараемся ни одного вопроса выпускать, ни одного молодого специалиста. И не только как молодой специалист, а в дальнейшем мы все сопровождаем. На предприятиях у нас есть свои, тоже сектори первичных организаций, и наши двери открыты, мы ждем абсолютно всех. То есть вопросы, если возникают, допустим, то же самое, как там же личные какие-то, льготные кредитования. То есть если люди, может быть, просто не знают, куда обратиться, то есть как бы к каким органам исполнительной власти. То есть мы работаем со всеми, поэтому обращаются либо непосредственно к нам, в городской комитет, либо к секторам первичных организаций, которые находятся непосредственно на местах. 18-летняя Елизавета Баженкина не испугалась преград и отправилась на шоу «Танцы на ТНТ». И ей удалось пройти кастинг. Наши корреспонденты встретились с девушкой и узнали, как ей это удалось. Елизавета Боженкина – 18-летняя пинчанка, которая заявила о себе в популярном шоу «Танцы на ТНТ». Девушка прошла отбор и даже станцевала с наставником шоу – Мигелем. Я начала смотреть его с первого сезона и поняла, что в моей голове зародилась мысль, может, когда-нибудь я туда смогу попасть. И в этом году я решилась с поддержкой моих близких и родных, они меня очень сильно поддерживают, и решила попробовать. Я не понимала, что происходит. Я думаю, это я вообще, Мигель, на одной сцене со мной. И, ну, конечно, это было за гранью мечтаний именно того, что он когда-нибудь выйдет и сможет танцевать со мной на мою же хореографию. Лиза совмещает учебу в Минском радиотехническом колледже со своей главной страстью – хореографией. Я, наверное, хотела попробовать что-то совершенно несвойственное мне, поэтому и пошла с чем-то новым. Никто ничего сказал, не сказал плохого, только хорошее. Конечно, была критика, и критика всегда важна. Если это есть к чему стремиться и чего добиваться дальше. Девушка признается, что не чувствовала соперничества на танцах. Там не было такой конкуренции. Там все ребята были очень сплоченные. И не чувствуешь, что это какой-то конкурс. Тебе кажется, что это просто одна целая семья, которая тебе поможет в любом уме, которые смогут тебе подсказать, где как будет лучше, а где лучше убрать какой-то другим мир движения. Главное – не бояться. Все, что не делается, делается к лучшему. Именно так считает Лиза. Пинские ястребы вышли на домашний лед. В четверг сыграли с Химиком из Новополоцка. Команды играли на высоких скоростях, однако атаки в первом периоде не отразились на табло. Во втором периоде новополощане забили щита из раздевалки. Спустя 4 минуты – ответ пинчан. Гости долго не раскачивались и на 8-й минуте оставили щипку на пределах. Спустя 2 минуты новополощане увеличили преимущество. Пинским болельщикам второй период дался нелегко. На 17-й минуте счет на табло 4-1 в пользу соперников. В третьем периоде ястребы пытались доказать свое преимущество. На 2-й минуте шайбу забил Хамко. Поразить ворота соперника в последние 20-ти минутки удалось только раз. Итог игры – 4-2. Поздравляю команду «Химика» с победой. Что касается игры. Неплохой был первый период в нашем исполнении, но, к сожалению, реализовать моменты не смогли мы. Но потом команда «Химика» нам показала, что нужно реализовывать. Я считаю, что мастерство игроков «Химика» сыграло основную роль в сегодняшнем матче. Реализовать свои моменты очень хорошо они. Спасибо за поздравление. Но да, игра была одинаковая. Команда соперника имела много моментов. Мы выиграли, реализовав моменты. Но нам просто сегодня, мы так вышли, нам сегодня нужны были эти три очка. И не говоря там ни о турнирной таблице, ни о чем, а просто для нашего, так сказать, поднятия тонуса игрового, чтобы в уверенности, потому что были игры, где мы могли их выиграть, но мы их проигрывали, так чувствовалось нервозность у парней. Третий период это вообще наглядно показал, но мы выстояли, нам повезло. Следующая игра в субботу в Пинске. Ледовая арена 13.00, в гостях «Локомотив» из Урши. Этой информацией мы завершаем выпуск. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин